Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу дать практику. Практику для всех тех, кто хочет научиться слышать свою душу, и не только свою. Практика будет достаточно сложная и простая одновременно. То есть это возможность погрузиться в себя и в определенном состоянии сознания начать вести диалог. Я дам карту схему погружения. Я понимаю, что с первого раза получится далеко не у всех, потому что активный ум будет задавать вопросы, будет придумывать отмазки, будет включать эго, которое будет включать игру «я такая уникальная» или «я такая глупая», или «у меня не получается», или «подскажите мне, пожалуйста», или «давайте я еще семь раз уточню». Так вот ни на один вопрос по этой практике вы не дождетесь от меня ответа. Я предлагаю вам, кому это интересно и кто хочет тренироваться, сделать ее 10 раз, 20, 100, 1000, миллион. Ровно столько, пока у вас не получится. Просто тупо сделать. Все разговоры на тему этой практики мной поддерживаться не будут. Я даю вам инструмент. Инструмент простой, инструмент рабочий. И единственный момент, который в нем может быть нерабочий, это ваше сопротивление, с которым вы будете справляться сами. Зачем эта практика нужна? Дело в том, что вот ее я решила записать в таком полном виде с картой схемы именно для мам, детей, аутистов. Почему? И не только для них, у кого вообще больные дети, и у кого ДЦП у ребенка и так далее. И для тех, кто хочет поработать со своим здоровьем тоже. Это на самом деле практика для всех, но в первую очередь для мам, детей, аутистов. Потому что эту тему мы сейчас активно прокачиваем. Именно по ней мы активно берем информацию. Именно с детьми мы сейчас активно работаем. И по этой теме у нас сейчас хорошие результаты. Дело в том, что вот мы поработали, и я в предыдущем ролике рассказала, как мы работаем, как мы закрываем кармические истории. Мы закрыли кармическую историю. И дальше мы что делаем? Мы восстанавливаем структуру психики у ребенка. То есть все, что касается структур психики у ребенка, этого нет нигде. Никак. Никогда. До этого не додумался Эдгар Кейси. Мы додумались. Мы додумались, мы увидели. Это все мы смогли сделать благодаря расшариванию информации. И поэтому вот эти структуры мы видим. И мы их полностью в дальнейшем с помощью души ребенка восстанавливаем. Это процесс достаточно трудоемкий. Делает его душа. Душа ребенка. Делает сама. Но для того, чтобы это проявилось в материальном мире, я уже объясняла эти вещи, ей надо помочь своим вниманием и своим состоянием. Две составляющие. Внимание и состояние. Состояние должно быть любви и радости. И ни в коем случае не заваливаться в низкочастотное состояние. В этих состояниях низкочастотных можете не подходить к этой практике. Все, что касается вины, обиды, горечи. Но я и так сделаю по быструхе. А вовсе у меня что-то получится. А вовсе Бог даст. Вот это все нахрен. Сюда мы приходим в состояние благости, любовь, благодарность. И мы хотим помочь душе ребенка восстановить структуру и физическое тело. Наше внимание надо для того, чтобы это материализовать, чтобы проявилось в материальном мире. То есть если вы почитаете теорию квантово-волнового дуализма, сознание наблюдателя, а в данном случае мы через свое физическое тело выступаем сознанием наблюдателя, помогает быстро проявиться результатом в жизни. По сути дела мы обеспечиваем душе результат. Когда мы работаем с детьми аутистами, вот мы проделали работу с ними. И потом мы хотя бы раз в неделю мы заглядываем к душе ребенка и говорим «Привет». Или она к нам приходит и говорит «Передай привет родителям». Они вот тут и тут не делают. Они косячат. Мы все знаем, что вы делаете, что вы не делаете. Где вы ограничиваете ребенка? Где вы не так поступаете? Душа все рассказывает. Это вы думаете, что вы такие хорошие и пушистые. Мы знаем, кто хороший и пушистый, кто не хороший и не пушистый. Мы принимаем вас такие, какие вы есть. Но наша задача ей помочь. И мы в данном случае выступаем наблюдателями в процессе работы. Таким образом, если взять количество детей, которым мы можем помогать, если нам надо значительное время потратить на то, чтобы помочь душе через наблюдение восстановлений, вы понимаете, то есть количество детей, с кем мы работаем, сотня штук, не больше. Больше мы уже не поможем. А на сегодняшний день аутисты исчисляются миллионами, десятками миллионов. Поэтому все человечество не спасешь. Но чтобы помочь большему количеству детей, мы можем предложить мамам, которые непосредственно заинтересованы быстро иметь результаты, быстро вот эти проявления, чтобы пошли в жизнь, проделать эту работу самостоятельно. Вечером ребенок ложится спать. И вы сядьте и помедитируйте, поддержите его душу, помогите ей, пронаблюдайте, как она работает. Но для того, чтобы пронаблюдать, надо загрузиться, надо услышать и надо увидеть. Даже если у вас получится просто представить, то есть вы не видите, как она работает, вы не понимаете, что там происходит, прекрасно, тогда представьте. Наш механизм представления в психике точно такой же рабочий инструмент, как и видение, как и работа с информацией. То есть на тех этапах, где у вас не хватает глубины загрузки, где не хватает уровней доступа, вы можете использовать представление. Итак, в таком случае становится понятным. Вы заходите в любви, благодарности и радости. Это состояние внутреннего кайфа откликается в области грудной клетки в физическом теле. И в этом состоянии вы расслабляетесь, садитесь удобно, закрываете глаза. Глубокий вдох, выдох. И вы погружаетесь глубже и дальше в глубины своей психики. Проходите вниманием по стопам, на пятку. Чувствуйте каждую клеточку своего тела. Посылайте ей любовь и благодарность. Это ваше тело, это ваши ножки. Перемещайтесь на голени. Проходите по голеням, до колена, по бедрам, на живот, на грудную клетку. Глубокий вдох, выдох. И с каждым вдохом и выдохом вы идете внутрь себя. Вам хорошо и спокойно. А вы полностью чувствуете свое тело. Вы идете в свой внутренний мир. Вы идете туда, где вы творите свою реальность. Вы идете в субъективное восприятие. Там, где вы целостны. Там, где Бог есть в вас. Вам ничто не мешает встретиться с собой искренним, с собой настоящим. Вы идете навстречу себе. И внимание на кисти рук, до локтя, до плеча, грудная клетка, шея, лицо. Глубокий вдох, выдох. И вы погружаетесь еще глубже и дальше. Вам хорошо и спокойно. Ваше тело дышит. Вы не есть это тело. Вы чувствуете каждую клеточку этого тела. И если челюстью хочется расслабиться, вы расслабьтесь. Челюсть отвиснет. Мышца расслабится, вас отпустит. И внимание перенесите в область третьего глаза. Посмотрите сюда под закрытыми глазами физическим зрением. Глаза закрыты. А внимание переносим во внутрь головы. Там, где гипофиз. Зрение смотрит в область третьего глаза. Внимание в центре головы. И в этом состоянии имеет смысл просидеть пять, семь, может, десять минут. Просто наблюдая за мыслями, которые приходят в вашу голову. Вы их можете осознавать. Вы их можете наблюдать. Сначала они идут потоком. Потом вы сможете их остановить. И потом вы сможете их развернуть на подходе. Просто звенящая тишина в голове. У вас никто не разговаривает. И когда вы добились звенящей тишины в голове, вы можете делать следующий шаг этой практики. Здесь вы можете поставить видео на паузу. Оттренировать момент остановки мыслей. И дальше двигаться самостоятельно. Представьте, что вы стоите на краю скалы. И вы падаете назад со скалы в руки к Богу. В яркий белый свет. Он окутывает вас. Вы летите. Адреналин. Вдох-выдох. Состояние восторга и радости внутри. Просто внутренний кайф. И вот в этом состоянии перенесите внимание в область сердца. И попробуйте увидеть мир через сердце. Через открытое сердце. Почувствуйте этот мир всем сердцем. Подарите этому миру любовь и примите от него любовь. Просто открытое сердце. И вот в этом состоянии Обратитесь к душе ребенка. Я благодарю тебя За то, что ты сейчас делаешь. Я готова Наблюдать и помогать тебе своим вниманием. Чтобы все процессы шли быстрее. Чтобы помочь тебе. Чтобы поддержать тебя. Чтобы мы были вместе. Потому что это наш ребенок. И я стремлюсь Помочь ему всеми силами. Я люблю тебя и благодарю тебя. Вы можете говорить душе любые слова, которые идут от вашего сердца. Не от ума, а от сердца. И от сердца душа слышит сердце. И те образы, которые пойдут, вы просто наблюдайте. Сколько надо, столько и наблюдайте. Это будет один длительный сон. Он может продлиться пять минут, может десять, может полчаса. Выделите на это время. Помогите душе своим вниманием. И когда она вам в ответ скажет Спасибо, я закончила сегодня свою работу. Вы сможете выйти и вернуться в обычное состояние. Для того, чтобы выйти в обычное состояние. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте сперва свое сердце. Как оно бьется. Потом перенесите внимание на кисти рук. Стопы ног. Сожмите. Сделайте глубокий вдох. Выдох. И потянитесь. Карта схема проста. Работать под это видео не имеет смысла. Вы будете отвлекаться на стопы и так далее. Под это видео запомните, как шла расконцентрация. Где, какие пункты тренировать. Отдельно надо будет остановить внутренний диалог. Отдельно войти в состояние эйфорийной радости, когда вы летите спиной назад. И отдельно ощутить мир сердцем. Это все тренируется. И когда вы ощутите мир сердцем, вы почувствуете душу ребенка. И вы сможете ей помогать через представление, либо через видение. Потому что если у вас есть природная склонность к сомнамбулизму, у вас пойдут образы. И эти образы будут либо текущей жизни, либо реальные. Очень хорошо, если будут реальные. Но даже если они будут представлением, это уже много. Вы помогаете своему ребенку, поддерживаете его, наполняете любовью. И душа всегда будет благодарна вам за помощь. И мы тоже вам будем благодарны. Потому что эту работу мы с вашим ребенком проделаем тогда, когда вам кажется, что с ним никто не работает. Душам надо помогать. Процесс восстановления идет. И процесс восстановления структур психики. Понимаете, когда мы начинаем работать с детьми, например, если у ребенка ДЦП, то там вообще могут отсутствовать структуры психики. То есть там поломка идет на уровне генетики души. То есть поломана душа. И уже здесь мы имеем совсем другой тип поломки. И здесь может отсутствовать высшее я, может отсутствовать эго программа ума. Могут быть они в каких-то обкоцанных вариантах. То есть вот это все мы полностью восстанавливаем у детей. Поэтому, когда мы вот все это дело делаем, мы используем наш мозг, наше сознание, как сознание наблюдателя. И я предлагаю эту опцию немножко делегировать также и родителям. Это, с одной стороны, будет способствовать духовному опыту родителей. С другой стороны, это ускорит процессы. А с третьей стороны, это действительно очень сильно подвинет в своем развитии родителей. Потому что вот в этих состояниях у родителей могут быть инсайты. То есть в то время, когда вы наблюдаете за душой, душа ребенка, у нее же вся информация. Она может сказать, «Слышишь, мама, а зачем ты вот сейчас занимаешься ерундой? Тебе вот это не надо. Или тебе не надо туда ехать. Или тебе не надо там работать. Мама, у тебя получится вот это, вот это». И, пожалуйста, слушайте души. Они не лгут. Они, в отличие от нас, искренние. Это наша эго и программа «Ума» вносит сбой и дает нам неискренное, лживое, там, разное представление о жизни. А души, они всегда искренние, они всегда правдивые, они всегда подсказывают и помогают. И только диву даешься, откуда там душа ребенка знает, когда и на какую информацию мы наткнемся и как мы ею распорядимся. А она нам выдает это за месяц до того, как мы подошли к этой информации. Это невероятные вещи. Это необъяснимо обывателям, да. Это необъяснимо экстрасенсами. Попытки сказать, что вся информация уже есть здесь и сейчас. Да, она есть здесь и сейчас. Но почему именно в этот момент мы развернули эту информацию, откуда душа это знала? Мы практически еще ничего не знаем. Даже уже умея и зная то, что мы умеем и знаем, мы понимаем, что мы ничего не знаем. Мы еще только-только прикасаемся к тайну нашего мироздания и нашей психики, господа. Это практика для вас, дорогие мамы. Продолжение следует... Продолжение следует...